Время новостей на телеканале Север. В студии Елизавета Кабанова. Здравствуйте! И сегодня в выпуске. 10 дополнительных коек для ковидных больных. 113 пациентов с диагнозом COVID-19, у 13 из которых диагноз подтвердился в последние сутки. Меняются правила вакцинации. Недалеко от деревни Нарыга, официально не существующей как административная единица, зафиксирован природный пожар. Горит тундра. Музыка тундры. В Ненецком округе стартовал проект в НГСО по созданию семи оригинальных музыкальных композиций на основе ненецкого фольклора. Еще один природный пожар, не без человеческого фактора, зафиксирован на территории Ненецкого округа. Участок тундры вблизи деревни Нарыга площадью порядка 100-150 гектаров горит уже третий день. 7 июля на пункт МЧС поступило сообщение о природном пожаре. Оперативная группа в составе трех единиц водной техники и более 10 человек личного состава отправилась на место возгорания. По результатам выездов на место пожара сотрудников главного управления, работников спасательного центра, угрозы населенным пунктам сразу скажу нет. Все меры приняты, в том числе и меры к тушению данного пожара. Сам очаг возгорания, он со всех сторон окружен водными преградами, то есть никуда дальше в район населенных пунктов он не продвинется. Специалисты отмечают, что все случаи природных возгораний, зафиксированных на территории округа, сопряжены с человеческим фактором. По данным на 9 июля в Ненецком автономном округе получают лечение от коронавирусной инфекции 113 человек. Из них 13 новых случаев заражения, выявленных за прошедшие сутки. В инфекционном отделении Ненецкой окружной больницы развернуто 10 дополнительных коек для ковидных больных. В стационаре получают лечение 39 человек, из них четверо длительное время находятся в крайней степени тяжести в реанимации. Возраст этих больных 50-60 лет. На амбулаторном лечении 74 пациента. На учете в управлении Роспотребнадзора состоят 359 человек, близко контактировавших с заболевшими. Они изолированы и находятся на карантине до получения результатов ПЦР-тестирования. Обращаем внимание желающих вакцинироваться. В настоящее время в округе в наличии имеются только две вакцины – «Спутник Ви» и «Эпивак Корона». Третья вакцина – «Ковивак» для первичного вакцинирования закончилась. Осталась партия только для тех, кто должен пройти второй этап вакцинации именно этой вакциной. «Ковивак» был доставлен в Ненецкий округ в ограниченном количестве 780 комплектов. Наибольшее количество вакцины от ковида, имеющейся в регионе – это «Эпивак Корона» – порядка 4000 доз. Заявки на поставку дополнительной партии вакцин направлены в Минздрав, но пока ответ не получен. Судя по информации из открытых источников, многие регионы страны испытывают сегодня дефицит вакцин. Проблему пытаются решить на федеральном уровне. Также обращаем внимание жителей города и поселка Искатели, что в субботу, 10 июля в городской и районной поликлиниках будут прививать от коронавируса только по предварительной записи. Вакцинироваться без записи в порядке живой очереди 10 июля можно будет в пункте вакцинации, который находится в файе Дворца культуры Арктика. Начиная с 10 июля по субботам с 8 до 11 часов все желающие могут сдать ПЦР-тест в порядке очереди без предварительной записи. Получить ответ можно в тот же день вечером с 20 до 21 часа. ПЦР-тестирование будет проходить в лечебно-диагностическом центре Ненецкой окружной больницы. Здесь будет работать процедурный кабинет, лаборатория и касса. Стоимость теста составит 1400 рублей. Пройти тестирование можно будет следующим образом. Нужно будет подойти в кассу, кабинет номер 313, произвести оплату, оформить документы и с направлением нужно будет пройти в процедурный кабинет для получения услуги. Ответы можно получить в этот же день с 8 до 9, также в здании лечебно-диагностического корпуса на первом этаже. Либо можно ответы получить на адрес электронной почты, указанный пациентом при заполнении документов. Напомню, в будние дни ПЦР-тестирование проводится ежедневно по предварительной записи во взрослой и детской поликлиниках. Записаться можно в регистратуре или через колл-центр. Ответ будет готов на следующий день. Оператор телеканала «Север» полетал, разумеется, с помощью квадрокоптера над крышами панельных домов в центре города. Не из праздного любопытства. Этим летом в Наринмаре проводится капитальный ремонт плоских кровель на жилых многоквартирных домах номер 31А и номер 37 по улице Ленина. Подрядная организация, осуществляющая ремонт кровли на двух панельных домах – общество с ограниченной ответственностью «Атланта». Стоимость подрядных работ составляет 9 миллионов 840 тысяч рублей. В этом году Фонд реформирования ЖКХ Ненецкого автономного округа впервые сотрудничает с этим подрядчиком по выполнению капитального ремонта многоквартирных домов. Впрочем, у организации уже есть опыт проведения ремонтных работ на административных и производственных объектах, в том числе на нефтяных месторождениях. По договору, ремонт кровель должен быть завершен не позднее 28 сентября текущего года. В настоящее время работы идут согласно утвержденному производственному графику. Почти все строительные материалы уже закуплены и доставлены в Наринмар. Рабочие демонтировали часть кровельного покрытия, отремонтировали стяжку и швы между плитами покрытия. Начинаются работы по гидроизоляции праймером. Периодически доставляют неудобства жителям многоквартирных домов – это и шум, и временное складирование строительного мусора. Кстати, мусор подрядчик должен вывозить ежедневно, а сотрудники фонда следят за этим. Согласно региональной программе ремонта многоквартирных домов, ремонт крыш на этих двух домах изначально планировался не ранее, чем через 8 лет. Однако в начале прошлого года, когда фонд капитальных ремонтов собирает сведения от управляющих организаций о текущем состоянии и проблемах многоквартирных домов для актуализации региональной программы, от управляющих компаний «Успех» и «Уютный дом» поступила информация о плохом техническом состоянии покрытия кровель, регулярных протечках и, соответственно, о жалобах жителей. Фонд обратился в департамент строительства и ЖКХ Ненецкого автономного округа с предложением пересмотреть сроки ремонта этих домов. Один к десяти. В таком масштабе Роман Медведев и Максим Никодов создали модель мачты связи. Над совместным с Ненецкой компанией электросвязи проектом ученики технопарка «Кванториум» трудились 4 месяца. Александра Литкова расскажет подробнее. Прежде чем приступить к сборке такого масштабного проекта, учащиеся класса хай-тек технопарка «Кванториум» изучили более 20 страниц документации и чертежей. Еще бы ведь ребятам хотелось создать мачту, максимально приближенную к реальной. Нам, получается, дали ее как чертеж. Два чертежа было. Два чертежа, да. И там было все подробно написано, под каким размером, где что должно располагаться. Ну, общая информация обращается. После этого ребята приступили к работе в специальной программе, а затем к печати деталей. Причем каждую из них принтер печатал 8 часов. Секции получались не с первого раза, потому что то принтер не хотел печатать, то размеры не подходили. Все время вот еще с уголками у нас тоже проблемы были. Да, два типа у нас получился уголков. Так вот, потом все исправили, поняли. Методом проб и ошибок подбирали детали и все. В технопарке Роман и Максим обучаются полгода под руководством преподавателя Александра Харьковского. Созданием мачты связи подростки занимались в рамках учебной программы в приложении Компас 3D. Все сделали так, как надо. По программе, по учебной программе мы как раз проходили программу Компас 3D и в ней полностью смоделировали все. Освоили учебные курсы и после этого уже занимались проектом. Масштаб макета мачты связи 1 к 10. Ее создание – совместный проект Кванториума и Ненецкой компании электросвязи. Для чего такой макет нам интересен? Это для разработки дальнейших проектов. Потому что есть модель, на ней можно посмотреть, как крепить, как ставить какие-то элементы, конструкции, учесть при дальнейшем планировании, проектировании. И мы сейчас вообще стараемся во всех наших проектах внедрять именно 3D-технологии, для того, чтобы понимать, как это будет выглядеть на участке. И потом очень легко объяснять монтажникам, строителям, значит, как должно выглядеть. Вышка электросвязи, которая послужила прототипом для макета, находится в Нижней Пёше, Оксино и на 10-м километре Лаевожской дороги. Вот эти конструктивы, понятно, что она не точно отражает ту деталь, потому что размеры маленькие. Но здесь можно увидеть, что она даже на болтиках собрана, на маленьких. Именно так, как в жизни происходит. Ну и для нас это опыт, как для предприятия окружного, Кванториум тоже окружное учреждение. И здесь вот такое взаимодействие практики, теории и современных технологий. Как отметил Владислав Песков, это не последний совместный проект с технопарком. Возможно, и другие предприятия округа заинтересуются подобными идеями. Александра Литкова, Антон Водряков, Телеканал «Север». Музыка, построенная на чувствах. В Ненецком округе стартовал проект в НГСО по созданию семи оригинальных музыкальных композиций на основе ненецкого фольклора. Об идее и целях этого музыкального проекта расскажет Василий Хатанзейский. С любовью к своим корням и земле своих предков исполняет эту национальную песню Тамара Ваучейская, основатель проекта в НГСО «Мелодия тундры». Мои бабушки пели ненецкие песни, и мне стало очень интересно продолжить. То есть я как музыкант хочу продолжить, чтобы ненецкая песня звучала, и пришла идея создания этих песен. Но дело в том, что в нашем округе мало кто занимается написанием, аранжировкой и созданием качественных композиций, и захотелось это как-то донести до массового слушателя в качественном виде. Так и зародился проект, цель которого – создать альбом из семи композиций на основе традиционного пения с использованием национальных музыкальных инструментов, таких как бубен, рога и копыта оленей. На удивление, из таких необычных для музыкантов инструментов создается своеобразная и завораживающая сердца мелодия. Звуки синтезируются, мы единственное, от чего отказываемся – это от инструментов, которые можно услышать в поп-музыке, в поп-индустрии. То есть основа – это все-таки этнические инструменты. Некоторые мы синтезируем. Это все накладывается на голос. У песенного репертуара, который будут исполнять национальные коллективы – ненецкие корни. Авторами проекта была проделана большая работа по поиску и отбору композиций и придание им нового звучания. Пришло решение объединить профессиональных музыкантов и носителей традиционных ненецких песен, чтобы создать эти композиции. То есть мы брали старинные записи, и также мы брали два произведения из книги «Этнические песни ненцев». Это большой научный труд. И мы решили дать ему вторую жизнь, чтобы эти песни были услышаны. Когда создается что-то новое, необычное, и при этом сохраняется колорит национальной культуры, это вдвойне интересно для участников проекта. Проект очень интересный. Сказать, что я подобное услышал, и для меня это новое, наверное, первый раз в жизни. Но, тем не менее, в команде это становится очень продуктивной работой, интересной. И мы зашли за небольшой срок времени уже так далеко, что мы не опираемся на созданную музыку, хотя в первоначальном этапе именно это мы и делали. Мы смотрели, что уже было создано. Теперь мы создаем свое, непосредственно народное, и это как музыкальное дитя. В проекте приняли участие преподаватели ненецкого языка, профессиональные музыканты и хореографы национальных коллективов. Проект реализован на средства гранта Росмолодежи. Концерт-презентация по-настоящему эксклюзивных песен состоится уже в ноябре 2021 года. Новые вокально-хореографические номера покажут артисты этнокультурного центра Ненецкого округа. Василий Хатензейский, Елизавета Кабанова, Дмитрий Лукевич, Владислав Носкин. Телеканал «Север». Полный вперед! Чтобы оборазить водные просторы Ненецкого округа, его жителям необходимо получить право на управление маломерными судами. Для этого нужно всего лишь ждать двухэтапный экзамен. О механизме получения удостоверения расскажем в следующем сюжете. Два раза в месяц мы принимаем экзамены на право управления маломерными судами. Второй и последний четверг каждого месяца мы принимаем теорию. И следующая пятница мы принимаем практику. Каждый гражданин, достигший совершеннолетнего возраста, может прийти на сдачу экзамена после самопогготовки и предоставления определенного пакета документов. А именно заявление, квитанция об оплате государственной пошлины, медицинская справка, три фотографии 3х4, ксерокопия паспорта. После проведения аттестации выдается удостоверение на право управления маломерным судом трех типов. Или маломерное моторное судно, гидроцикл или судно особой конструкции. К судам особой конструкции относятся суда на воздушной подушке, аэроботы, аэросани, аэролодки. Удостоверение выдается по трем районам плавания. Внутренние пути, внутренние водные пути, внутренние морские пути и территориальное море Российской Федерации. В округе действуют три водных объекта. Практическая часть экзамена проходит на Каждкартинский курье. Будущим экзаменуемым необходимо правильно выполнить ряд заданий и маневров на маломерном судне под наблюдением инспектора. При проверке практических навыков управления оценивается у сдающего запуск двигателя, отход, подход к причалу, выполнение маневра человека за бортом с имитацией утопающего, в данном случае у нас круг. Также судоводитель должен контролировать удержание судна на курсе. В этом случае проверяются навыки расхождения со встречными судами, постановка на якорь и снятие с якоря. Как отмечает Евгений Иванов, ветер на реке способствует лучшей проверке подготовленности судоводителей, так как передвижение по воде в будущем будет осуществляться в любых условиях и необходимо учитывать погоду, водные характеристики и волну. Ошибки встречаются чаще всего. Это не застегивание правильного жилета спасательного, а индивидуального спасательного средства. Должен быть застегнут полностью, с паховыми лямками на все карабины, на все молнии. Ошибки при выполнении маневра человека за бортом, потому что они учитывают ветер, волну. Телефон для предварительной записи на экзамен вы видите на своих экранах. Катрина Тайборей, Антон Водряков, Дмитрий Улакевич, Телеканал Север. Сейчас, когда у всех желающих есть доступ к спутниковым снимкам различных территорий, представить себе работу геодезистов и картографов 18 века достаточно сложно. Столь интересную задачу взяли на себя сотрудники Краеведческого музея. О новой выставке расскажем в следующем материале. В Краеведческом музее Наридмара открылась новая выставка. Она посвящена деятельности западного отряда Великой Северной экспедиции, которая длилась 10 лет. С 1733 по 1743. Эта экспедиция помогла выделить границы Российской империи. Благодаря этой экспедиции были очерчены северные границы Российской империи. Для 18 века карта была составлена довольно точно. И, несмотря на все препятствия, отряд справился с поставленными перед ними задачами. Данная экспедиция была первым прецедентом научного изучения арктической территории Российского государства. На территории Ненецкого округа Двинско-Обский отряд находился на протяжении пяти лет. С 1734 по 1739. Целью экспедиции являлась, во-первых, разведка Северного морского пути и морских путей в Юго-Восточную Азию для налаживания последующей торговли. А также сопутствующая задача – это описание территорий Российской империи. В частности, Северного Ледовитого океана и побережья Тихого океана. Что касается экспонатов, то среди них представлена частная коллекция работников Наридмарского морского порта. Например, навигационные инструменты и корабельные вещи. Присутствуют и археологические предметы начала 18 века, найденные в Пустозерске. Так как параллельно с моряками на суше работали геодезисты, транспортным обеспечением которых занимались местные оленеводы. В массе своей – это предметы из фондов Ненецкого краеведческого музея, музейного объединения Ненецкого автономного округа, как сейчас называется наше учреждение. Здесь представлены и предметы быта, символизирующие, отражающие с собой периоды стоянок экспедиции, так как весь Двинский обский отряд выполнял свои задачи на протяжении почти шести лет. Ознакомиться с выставкой можно будет до 30 августа. В связи с эпидемиологической ситуацией в округе посетителей просят носить маски и соблюдать социальную дистанцию. Елизавета Кабанова, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север. На этом у меня всё. Далее смотрите прогноз погоды.